Друзья, приветствую всех на очередном брифинге, который посвящен ключевым фундаментальным событиям, оказывающим влияние на динамику финансовых инструментов. Ну что ж, волатильность на площадках остается существенно выше среднего. Волатильность раскачивает финансовые активы и, друзья, как видите, провоцирует прежние панические настроения, которые валят мировые фондовые рынки. Мировые фондовые площадки снижаются, это предсказуемая динамика. Я надеюсь, друзья, вы понимаете, с чем это связано, потому что я на протяжении уже более чем месяца рассказываю вам о том, что же выступает этим таким бетонным якорем для капитализации всей мировой фонды. Вот давайте посмотрим на то, что происходит, например, с американским фондовым рынком, потому что будем, наверное, реалистами. Американский фондовый рынок – это своего рода лакмусовая бумажка вообще настроений, которые складываются на площадках. S&P сейчас котируется на уровне 2643 пункта. И если, друзья, мы обратим внимание на ту коррекцию, которая уже была показана, опять же, этим индексом с максимумов 2020 года, то эта коррекция сейчас превышает 20%. Мы уже смирились с тем, что то, что происходит сейчас на площадках – это не просто экономический хаос, это самый настоящий финансово-экономический кризис, который еще и приправлен такой надстройкой, как кризиса общественного здравоохранения. Безумное сочетание, друзья. Я даже не знаю, есть ли прецеденты такого рода в мировой истории. Я думаю, что нету. И в связи с этим становится страшнее вообще за те последствия, которые еще могут обрушиться на мировую экономику. Если мы вспомним про то, что происходило с американским фондовым рынком в 2008 году, то там коррекция составила около 50%. Ну, это, конечно же, не коррекция, это самый настоящий обвал. Поэтому, если мы возьмем сейчас за основу нашего рассуждения, что на данный момент кризис может быть еще более жестким, чем кризис 2008 года, на данный момент мы работаем с высочайшей степенью глобализации мировой экономики, более развитым товарооборотом и проникновением, опять же, взаимным проникновением стран в общую цепочку мировых поставок. То есть это замкнутый, закольцованный экономический фон, который может в случае, если рушится что-то одно, если выпадает одно из венев, спровоцировать цепную реакцию, такую же разрушительную для прочих. Я, друзья, клоню к тому, что, возможно, мы сейчас можем из каких-то, наверное, оптимистичных позывов, а может быть из-за неизвестности предполагать, что худшее уже позади и очень скоро все восстановится. Но я, пожалуй, друзья, если среди вас есть оптимист, а может быть таковых много, займу противоположную позицию и сразу, может быть, одним из первых скажу, друзья, что в этот раз коррекция американского фондового рынка и снижение всех мировых фондовых рынков может превзойти снижение 2008 года. Это значит то, что потенциал этого обвала может превысить 50% от тех уровней, которые мы видели на максимальных отметках в 2020 году. Сейчас по именно хронологии и по тому, где находится СНП, это декабрьский, точнее, январьский уровень 2019 года. Доу Джонс, поскольку отражает все-таки промышленность, промышленность сейчас находится в самом уязвимом состоянии, уже декабрьский минимум 2018 года, друзья, дальше будет только хуже. Я не кошмарю. Если фон изменится, если мы сможем сказать, что вирус побежден, локализованная мировая экономика восстанавливается, я первым буду рекомендовать покупать американский фондовый рынок. Но сейчас, друзья, я считаю, что если вы упустили шанс продать тогда, когда нужно было это сделать, есть еще возможность примкнуть именно к коротким позициям. Последние новости негативные. Всемирная организация здравоохранения официально объявила о том, что вирус коронавирусной, точнее, коронавирус эпидемии пневмонии стала пандемией, друзья. За последние две недели количество случаев заболевания в странах вне материкового Китая увеличилось практически в 15 раз. Соответственно, смотрим на то, что происходит в отношении рисковых активов на нефтянку. 33,99 мы снижаемся, друзья. Нефть – это сейчас уникальное сочетание факторов, связанных с катастрофическим падением спроса и ростом предложения после того, как распалась сделка ОПЕК+. И страны, основные участники нефтепроизводителей Саудовской Аравии и России, любезно со всеми поделились планами увеличить нефтепроизводство. То есть, как я отмечал, я думаю, что это очень правильное наблюдение, что рынок нефти сейчас оказался именно между молотом и наковальней. Фактически, это коллапсы спроса и предложения. Последний раз подобная ситуация в плане динамики наблюдалась очень давно. Но если говорить про, опять же, снижение понедельника, то это со времен войны в Персидском заливе. А если говорить именно про такое сочетание факторов, то, пожалуй, можно найти прецеденты в времен Великой Депрессии. Но это вообще уже, скажем, ретро перспективы столетней давности. То есть, история на наших глазах вершится. Сейчас нет вообще ни единого, никакого шанса на то, чтобы бренд восстановился, потому что мы видим, что действительно Саудовская Аравия не облифовала. Уровень добычи будет повышен. Мы говорили накануне о цифрах. Я думаю, друзья, что впереди значительный рост предложения, которое, скорее всего, будет значительно опережать именно спрос, катастрофически падающий из-за того, что распространение коронавирусной инфекции продолжается. Локальное давление на нефтянку также оказал отчет по запасам нефти. Мы ожидали, что запас увеличится. В принципе, так и произошло. Доллар иена, друзья, снижается. Участники рынка закладываются под перспективу смягчения монетарной политики. В марте, 17 марта, Федрезерв пойдет на еще одно снижение ставки. Возможно, такое же аналогичное решение будет принято еще и в апреле. Ставки будут опущены до нулевой отметки. Последний раз на этих уровнях мы наблюдали ключевую ставку американского регулятора в 2015 году. Это давит на курс доллара, тем более, что сейчас в паре доллар-иена явно лидерство за японская валюта, поскольку нервозность на площадке сохраняется. Трейдеры, конечно же, паркуют свои капиталы в защите. Все идет к тому, что будет оправдан и мой прогноз, и прогноз Goldman Sachs. И мы увидим поддержку 100 иен за доллар. Фунт против доллара 1.28.13. Друзья, мы из этой позиции, ну я, по крайней мере, вышел. Конечно же, жалею об этом. Я не думал, что буквально через несколько часов, как я подготовлю для вас этот контент, Банк Англии, не дожидаясь заседания, понизит процентную ставку. Но это произошло. Ставка снижена на 0.5. Параллельно Банк Англии сообщил о запуске программы финансирования для малого бизнеса общим объемом 100 миллиардов фунтов и снизил нормативы резервирования для коммерческих банков, чтобы те смогли высвободить немного ресурсов, а немного, это примерно 200 миллиардов фунтов, и, собственно, кинуть их на кредитование домохозяйства и всех тех, кто в этом нуждается. Пока у меня нет, друзья, идей, как действовать по фунту. У нас есть куда более интересная, локальная, интересная сейчас идея по евро. Я держу короткие позиции, потому что ожидаю повторения динамики вчерашнего дня, как мы видели, по фунту по евро. Сегодня Европейский Центральный Банк проведет заседание в 15.45. Нас ожидают решения по ставкам в 16.30 пресс-конференция. Конечно же, в отличие от прочих регуляторов стран Большой Семерки, у ЕЦБ не так уж и много возможностей и пространства для маневров. Ставки уже находятся на отрицательной территории на отметке минус 0,5%. Но я думаю, что ставку еще сильнее понизит. В любом случае, это проявление мягкого режима. И я надеюсь, что евро логичным образом отреагирует на это о слабости. Тем более, что все прочат, что экономика Италии и Германии станут тормозом для всего валютного блока, потому что в первом полугодии их ждет самая настоящая рецессия. Доллар-канадец растет. Мы зарабатываем на этой паре, ждем, возможно, даже уровень 1.39. Но здесь, друзья, сколько вы хотите выжать из пары? Я лично уже начинаю фиксироваться, потому что профит достаточный. Австралийс против доллара снижается, как мы и планировали. 0.6457 ждем пару пониже. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...